Ассаляму алейкум, рахматуллах и барракаду, дорогие братья и сестры и друзья. Мне отправили видео с одним братом, кажется ему 18 лет, он совершает или уже совершил умру и был буквально голый по пояс. Я говорил об этой проблеме с братьями и раньше, которые ходят топ-лис, показывая свой аурат. Я имею в виду область путбка до колен. Бывает, что мужчины плавают без верхней одежды в жарких странах, и им кажется, что они имеют право ходить топ-лис. Прямо сейчас я не говорю об этом, братья, до него мы дойдем. Братья и сестры, я буду с вами откровенен, и поделюсь с вами лично своим мнением насчет мужчин, которые ходят голые по пояс. Но до того, как я это сделаю, давайте посмотрим видео и прокомментируем его. Ребята, вы видели этого брата, совершающего умру. Саудовское правительство разрешает войти только тем, кто находится в их храме. Думаю, у него на голове головной убор, потому что, скорее всего, он уже совершил умру и вернулся туда. Необходимо затронуть несколько моментов. Существуют основные адабы и нормы поведения. Что касается этого брата, то он практически прикрыт от пупка до колен. Но я вижу его пупок и, кажется, небольшую часть под ним. Проблема даже не в этом брате, так как даже если он не прикрылся полностью, он мог просто не знать, что нельзя надевать голубного вора и ходить топ-лис и так далее. И, насколько я знаю, когда человек делает обход, кажется, до второго или третьего круга он должен открыть одно плечо и закрыть другое. То есть, существуют основные правила, которые нужно соблюдать. Но что меня действительно расстроило, касаемо этого случая, это недостаток критики в комментариях от мужчин. Почему я об этом говорю? Братья и сестры, Аллах говорит в Коране, «Отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников». В этом вопросе я всегда замечаю двойные стандарты и лицемерие людей. Если бы сестра совершала обходы, предположим, ее стопы, хотя не у всех это ауратом является, или прядь волос, или участок кожи был бы виден, то в комментариях творился бы абсолютный хаос. Там творился бы полный беспорядок, все бы возмущались. Чему я веду? Почему, когда мужчина делает что-то, что, скажем, считается неразрешенным, к слову, его пупок был все-таки открыт, еще небольшой участок кожи, но я не хочу на него как-то нападать из-за этого. Но когда дело касается мужчин, то проявляются двойные стандарты. Когда мы говорим о скромности, ею должна обладать не только женщина, но и мужчина. Тогда почему мы не возмущаемся таким же образом, когда мужчины совершают нечто подобное? Исходя из этой ситуации, я не хочу, чтобы кто-то хейтил этого брата, я лишь указываю на двойные стандарты, которые заложены в мужчинах по причине культурных аспектов, взятых не из религии. Согласно исламу, мы должны быть справедливыми. Аурат есть аурат. Если мужчина показывает участки кожи выше колен, то это то же самое, что и женщины, разгуливающие головами. Это мучает наша религия. Аурат это есть аурат. Ты не можешь прийти и заявить, что область колен это не фитна. Мудрость может отличаться, но причина, по которой Аллах, Свят Он и Велик, установил этот закон, проста и понятна. Аурат имеет важное значение. Если мужчина не прикрывает участок тела ниже пупка или само колено, в зависимости от того, какого мнения вы придерживаетесь, то, возможно, ни для одной женщины это не станет фитной. Но это все равно ничем не лучше раздетой женщины. Мы должны стремиться к справедливости в этом вопросе. Что касается лично меня, то вы едва ли увидите, видеоролики, где мое тело видно. Не потому, что это не разрешено, ведь выше пупка можно спокойно раздеваться. Честно говоря, я не хвастаюсь, но я мог бы показать свое телосложение. Я тренируюсь регулярно, я боксирую, поднимаю тяжести, занимаюсь калистеникой и так далее. И скажем так, я бы мог заявить, что мне не стыдно было бы покрасоваться своим телом. Но причина, по которой лично я этого не делаю, заключается в том, что если бы я ходил со своей женой, которая в хиджабе по улице, оголит свое тело до пупка, то не мусульмане говорили, «Посмотрите, как его жена страдает, и выглядит он». Понимаете, о чем я? Я не говорю, что это запрещено, но я задумываюсь о том, что люди будут думать об исламе, поэтому я предпочитаю закрывать свое тело. И меня это устраивает. Я могу так и поплавать в бассейне, но опять же, причина заключается в том, что я смотрю на общую картину нынешней реальности и на то, как люди воспринимают ислам. Поэтому я лучше надену футболку или рубашку, когда ухожу из дома за своей женой. Конечно же, моя жена не была бы против, потому что это разрешено. Но дело в том, что мы должны быть более дальновидными, благовоспитанными и скромными, иншаллах. И давайте проявляя справедливость. Скромностью должны обладать не только женщины. И надеюсь, этот брат случайно совершил эту ошибку, иншаллах. Это все, что я хотел сказать. До следующего выпуска. Саляму алейкум, рахматуллах и ва бракяту. Продолжаем сборное строительство мечети и мадресе на приобретение мусафов Корана для нуждающихся бедные страны, а также на обеспечение бедных жителей водой, продуктами питания и финиковыми пальмами. Чтобы принять участие, вам не обязательно вносить большие суммы денег. Даже 10 рублей, пожертвованных вами, будут распределены на все указанные нужды. Давайте объединем наши усилия и покажем, что солидарность и щедрость являются неотъемлемой частью нашей веры. Все отчеты на указанных ниже аккаунтах.